Ну что, начинаем? Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемые журналисты. Позвольте поблагодарить от имени проекта за то, что вы нашли время, возможность принять участие вместе с нами, для нас и для всего Кыргызстана на очень важном мероприятии. Спасибо, что вы сегодня с нами на самом первом сегодняшнем мероприятии, пресс-конференции. Сегодня мы будем говорить в целом о партнерстве и о проекте, который сегодня заканчивается у нас. И проект Европейского Союза «Открытые сообщества», «Открытые СМИ» стартовал в ноябре 2019 года при поддержке Европейского Союза и был направлен на продвижение свобод и защиту прав человека через формирование и поддержку свободного информационного пространства, свободы слова и выражения мнений. Было запланировано ряд мероприятий и, конечно же, как любой другой проект, было сделано гораздо больше, чем мы ожидали. Вначале для нас было важно провести исследование, оценить потребности, которые были направлены на выявление уровня свободы слова и выражения мнения, наиболее актуальных проблем уязвимых групп населения во всех регионах, не в Бишкеке. Это наш основной посыл. Мы работаем в регионах. Ну и в целевых регионах в начале 2020 года было проведено исследование. Всего было подписано 12 меморандумов, и ряд из коллег присутствуют здесь, как в зале, так и за столом. По сотрудничестве с ключевыми партнерами проекта. Чуть позже мы расскажем об этом. 46 обучающих тренингов было проведено по всей стране. Огромное количество людей было вовлечено, как профессионального СМИ-сообщества, так и гражданского сообщества, инициативных групп, малых общественных советов, которые появились у нас в процессе проекта. А цифровая грамотность, очень важная сейчас компонентная часть вообще развития в стране. Вот в сопутствии той программе, которая сейчас формулируется до 26 года кабинетом министров, мы очень в тему попадаем в развитие этой части. И очень много сделали наши коллеги-журналисты, которые проводили семинары по всем регионам. И спасибо за это большое. По итогам обучающих тренингов были проведены 23 каскадных тренинга. То есть люди, которые принимали участие в тренингах на местах, во всех семи точках, во всех семи областях, они раздавали эту информацию уже по своим территориям и обучали людей на местах. Пандемия, которую никто не ждал и не звал в гости, собственно говоря, сбила, конечно, планы. Но с этим мы стали еще активнее. Мы организовали онлайн-штаб 24 марта, который до сих пор работает сегодня и собирает потребности, проблемы, и решает вопросы, адресные вопросы многих-многих людей. Были проведены онлайн-вебинары на различные темы. Прямые эфиры с различными государственными структурами вы были свидетелями всего этого. Было задано огромное количество вопросов. Наверное, больше всего у нас вот таким активнейшим участником прямых эфиров институт омбудсмена был, потому что столько было нарушения прав, и нужно было решать эти вопросы. Мы довольны тем, что огромное количество людей получили не только ответы на вопросы, но и решили свои проблемы. И, конечно же, непредвиденная гуманитарная помощь, посылы из-за зарубежа наших соотечественников, наших мигрантов, семьи, которые остались без поддержки в это время, они, конечно, стали для нас ключевыми. Потому что во главе всего нашего проекта стоит человек. Я считаю, что мы были на правильной дорожке и смогли построить правильные отношения. На протяжении двух лет были организованы партнерские мероприятия. Например, медиаконференция, которая посвящена Дню информации, печати, возможно, Салкин Сатаровна дальше расскажет об этом. Мы провели два конкурса журналистов «Открытый Кыргызстан» в 2020-2021 годах. И независимая привлеченная комиссия подводила итоги. И мы надеемся, что это была только первая ласточка того, что продолжается уже сейчас. 25 ноября на медиафоруме «Открытые сообщества, открытые СМИ» была подписана резолюция, которая была подана уже в правительство. И ряд этих предложений уже поданы в рамках разрабатываемой сейчас программы до 2026 года. Программа «Развитие». Разработаны 10 медиапланов для 21 общественного совета, которые работают на местах. Малый общественный совет, так мы их называем. Это простые люди, простые граждане, инициативные группы, которые очень много делают для своих территорий, для своей страны, для людей, для наших людей. Были проведены 8 диалоговых площадок. Возможно, Анатолий Шахерович дальше расскажет об этом. С вовлечением ОСГО в нашей стране, это важный компонент. И то, что мы объединили здесь свои усилия, дало нам возможность выработать самые главные приоритеты, которые легли, собственно говоря, план, медиаплан, который двинулся дальше уже до уровня правительства. И дальше уже был утвержден, об этом, наверное, скажут мои коллеги дальше. Мы старались проводить пресс-кафе для вас. И мы успели сделать это три раза, где был открытый обмен мнениями. И некий новый формат со свободным перемещением мыслей и то, что мы могли открыто беседовать, задавать вопросы и выправлять результаты. 28 спецрепортажей, 12 прямых эфиров и более 200 тысяч людей, которые были охвачены прямыми мероприятиями. Учебные пособия, которые раздавались в процессе всего этого. Сегодня мы вам покажем QR-код в начале конференции, где вы все наши материалы сможете увидеть, скачать, если это будет необходимо. Очень важно было поддержать еще и местные инициативы на местах, в регионах. Вот таких 8 инициатив было поддержано через мини-гранты. Вы тоже об этом сегодня услышите на нашей конференции. Я думаю, что это хорошая возможность активного участия в вовлечении как средств массовой информации на местах, так и местных общественных советов, так и простых граждан, которые работают для человека. И на сегодняшний день, конечно же, участие в проекте «Открытые сообщества, открытые СМИ» позволило государственным органам, общественным активистам, журналистам в регионах выстроить партнерские отношения для реализации совместных мероприятий. Нам повезло, что нас окружают креативные люди, где никогда не закрывался доступ к самым, скажем так, нестандартным идеям. Все это развивалось, ложилось на бумагу и продвигалось дальше. И продвигается дальше. Мы очень надеемся, что по завершению проекта мы не поставим точку, мы будем двигаться дальше. Мы найдем формы взаимодействия дальше. Уже заинтересованы некоторыми моделям в рамках проекта другими международными организациями, как, например, ОВКПЧ, ООН, которых очень заинтересовала работа местных общественных советов, средств массовой информации на местах, в регионах и в Бишкеке в том числе. И я думаю, что это будет продолжение, потому что на самом деле огромное количество дел было сделано, несмотря на то, что нежданная пандемия, которая просто нас вырубила с планируемого пути, сделала свои коррективы. В любом случае мы победили. И хочу сказать, что сейчас у нас есть возможность послушать моих коллег, уважаемых коллег. И вот в первую очередь, позвольте представить слово Салкен Сатаровне. Она является начальником управления информационной политики Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики. Она является партнером нашего проекта. И как раз таки я думаю, что вот это та самая часть, где можно поговорить о взаимовыгодном тесном сотрудничестве госорганов и партнеров, которые обеспечивают цели и задачи концепции по информационной политике. Пожалуйста, Салкен Сатарова. Светлана Николаевна, спасибо большое. Коллеги, доброе утро. Рада вас всех приветствовать на нашем мероприятии. Конечно, с сожалением говорим о том, что мы подводим итоги, мы проводим итоговую конференцию. Но мы вас собрали для того, чтобы мы хотим вам рассказать и представить информацию, что было сделано. Большую часть информации, конечно, Светлана Николаевна уже озвучила, но как взаимодействовали мы. Помню тот день, когда приходили девочки из данной команды проекта и пришли с различными идеями, и у них были только МОСы. И тогда мы были Департаментом информации и массовой коммуникации. Нами было предложено заключить меморандум о взаимодействии и работать в рамках данного меморандума. В рамках заключенного меморандума действительно было сделано очень много работы. Это был составлен невероятный большой медиаплан, который включал в себя более 50 пунктов реализации. Я помню, мы столкнулись с той проблемой, когда поменялось правительство, была реорганизация, оптимизация государственных органов. И многих государственных органов просто не стало, допустим, как ГОМСУМО или миграции. Но полномочия остались, госорганы остались, а самым ключевым исполнителем данного медиаплана являлся наш Департамент. И важно отметить, что данный медиаплан даже в силу того, что уже не было государственных органов, но он был реализован почти что в полной мере. Это, наверное, самое важное. Данный медиаплан включал в себя такие острые вопросы, как особенно миграция на местах, внутренняя миграция, внешняя миграция, социальные вопросы, образование и многое-многое другое. То, о чем Светлана Николаевна уже отметила, какие тренинги мы проводили, мы провели действительно очень много тренингов по всей стране, по всей республике. Тогда, оказывается, у нас еще, наверное, было недостаточно опыта. Мы проводили обучение по цифровой медиаграмотности отдельно для представителей малых общественных советов и отдельно для представителей СМИ. Оказывается, мы потом, это я только в Баткене с этим столкнулась, у нас не было времени, и нам пришлось в один день все это вместе проводить. Оказывается, действительно, надо было обучение проводить вместе и для СМИ, и для представителей МОСов, и тогда вот как раз бы и получилось бы наладить тот МОС взаимодействие, который мы желали. Но все равно, не в зависимости от того, что были раздельные тренинги, мы добились того, что представители малых общественных советов, а кто такие представители малых общественных советов? Это просто обычные граждане с очень активной гражданской позицией на местах. Я была удивлена, что это были, к сожалению, не молодые активные ребята, а это были довольно преклонного возраста наши жители, но при этом они выступали и поднимали очень важные, актуальные вопросы у себя на местах. И вот это взаимодействие через тренинги и обучение мы смогли наладить. Наши представители МОСов, они уже после наших тренингов позиционировали себя, они шутили, говорили, я почти что блогер. Мы согласны с тем, что они действительно являются распространительными информацией, и мы смогли до них донести, и мы смогли обучить их, как правильно, оперативно предоставлять информацию, как ее распространять. А также и очень для них это было полезным по тренингу по повышению медиаграмотности и развитию критического мышления, потому что, являясь обычными гражданами, они тоже говорили по WhatsApp, получаем миллион сообщений. Никто никогда в жизни, оказывается, мы, оказывается, никогда не перепроверяли, но тут же успешно всем рассылали. Диалоговые площадки. Диалоговые площадки, они действительно дали тоже по-своему очень большой мультипликативный эффект. Я помню, в прошлом году была почти такая же погода, мы в другом отеле сидели, поднимали и обсуждали вопросы экологии, сложившиеся у нас, особенно здесь в столице. Почему мы занимаем последние, точнее, если с конца, ну, точнее, почему мы лидируем по загрязнению? И многие государственные органы, и особенно представители средств массовой информации предлагали пути решения. Были коллеги из энергокомпании, которые они это все фиксировали, и они говорили, мы учтем это и будем бороться с этой проблемой. Потому что, может быть, просто в социальных сетях очень многие пишут, есть негативы к отношению энергокомпаний или соответствующих государственных органах, уполномоченных. Но при этом мы просто озвучиваем, но не пытаемся, возможно было бы. Но вот на таких диалоговых площадках мы находили пути решения и предлагали четкие механизмы, как с этим бороться с загрязнением воздуха в городе Бишкек. По конкурсам объявлялись конкурсы, на данных конкурсах мини-грантовые конкурсы. Участвовали представители наших медиа-организаций, областных медиа-центров. Вообще, для наших медиа-центров, вы, наверное, все знаете, что после большой реформы, когда мы реорганизовали 34 районные газеты, 12 областных, когда было сэкономлено большое количество финансовых средств, была оптимизирована вся вот эта система и созданы медиа-центры, другая, дальнейшая наша задача стояла повысить их потенциал. И совместно с проектом «Открытые сообщества», «Открытые СМИ», я думаю, нам удалось повысить потенциал представителей наших областных медиа-организаций. И они уже на республиканском уровне принимали участие, наши журналисты принимали участие, брали, выигрывали призовые места. Отрадно отметить, что в этом году Джалабадский медиа-центр получил приз самого лучшего медиа-центра среди всех государственных областей, областных медиа-центров. Многое уже Светлана Николаевна сказала, если будут вопросы, я готова ответить, возможно, не хочу просто повторяться, но очень хочу выразить большую благодарность всей большой команде проекта «Открытые сообщества», «Открытые СМИ». У нас есть своя партнерская ежегодная медиа-конференция, на которой мы тоже обсуждаем и поднимаем очень актуальные вопросы в сфере медиа и информации. И очень благодарны тому, что на протяжении двух лет данный проект поддерживал нас и выступал основным партнером на данной нашей медиа-конференции. Много было сделано, я думаю, еще коллеги тоже расскажут, как отметила, не хотим повторяться. Если есть вопросы, я готова ответить. Хочу поблагодарить еще раз команду за высокий профессионализм, за чуткость, такие активные, очень быстро реагируют на любые вопросы, на любые вызовы. Но последнее, то, что я хотела добавить, самая главная задача не то, что было сделано, а самая главная задача — сохранить то, что есть. И она не должна просто сохраниться и где-то в зачаточном положении остаться. Очень хотелось бы, чтобы это дальше развивалось. Развивалось уже по инициативе СМИ, развивалось по инициативе МОСов. Именно вот с такой активной гражданской позицией мы сможем, наверное, улучшить свое благосостояние, улучшить наше социальное развитие. Поэтому выражаю надежду, что все-таки проект, может быть, в каких-то направлениях будет дальше работать. И все, что мы сделали, оно будет дальше иметь какое-то такое логическое дальнейшее развитие. Спасибо большое. Спасибо огромное, Салкан Сатаровна. Очень важно, когда донорские агентства, которые есть в стране, поддерживают важные инициативы. И в данном случае, конечно, огромная благодарность Европейской комиссии и Европейскому союзу, что вот такая инициатива по охвату от такого огромного количества, которого мы даже не ожидали в начале проекта, способствовала, собственно говоря, развитию, повышению потенциала и новым инновациям, новым идеям, те, о которых мы сегодня будем слышать еще. И я уже говорила, что в процессе проекта у нас была одна из задач, это как раз коммуникация СОСГО, общественные советы государственных органов, которые регулируют работу здесь, в большей степени на национальном уровне, в министерствах, ведомствах, учреждениях. И я очень рада тому, что Толен Шакирович от начала проекта, как председатель Координационного совета ОСГО, до самого конца был с нами, объездил все регионы и был лидером, модератором в проведении диалоговых площадок. Несколько слов, пожалуйста, Толен Шакирович. Спасибо, Светлана Николаевна. Саламат сангарова, урмакту, пресс-конференциям, гаджушилары, малымат-каражаттар, нюклюдерю, коллегалар. Чындыгында, был долбор джонды Айтипецек, был уникалду долбор болптурду. Мисалы, безбосу, жанакымамалекеттік, кызматтым, комдукенгештериным, ищенде өз-өстінің ишчараларысты жүргізіп, аяқтадыген өз-өстінің көйгөсті билип, ананген елдің жашосы, ғанда оңғыш керекен, ғанда чечімдер чығарыш керекен, финансалық қаражаттар, ғанда қоралоткен, деп тұрп, біз өз-өсті бая мониторинг жүргізілі, бұл ұшыл мамалекеттік қызматтарын денгелінде жүрегі атып, ананген бір ұшыл Ситлан Николаевна арқылу, жанакы ашық, қоум, ашық малымат қаражаттары, долбор бойынча, бір малымат бізге келіп қалды, ұшылның езінде біз жақшыла отырып, ұшылның бір меморандумға қол ғойып, баяғы чоғы іштейлі деген меморандумының езінде, анан біздеген бір топ жанакында ішчараларды көрі баштадық. Құшылардың ічінде жанакы ангемелешкен ұшыл аянчаларды, әрғайсы біздің дуандарызда көріп, ұшақта жүріп, ұшылы атайын ұшылы түзіп, әрғайсы біздің ұшылы мемлекеттік қызматтарға барып, баяқта мониторинг түргіспе үстін, ұшыл жергілікті жаматтың көйгөйлерін, ұшыл жергілікті жердің қалқтың көйгөйлерін ұққанға бістеген ұшыл, ұшыл бәріп, жеті дұванға барып, ұшақтандан аңген барлашып елменен, ұшылы көрдеген бар жергілікті жерді істеп, ұшылы келікті жөзі сұлым армаменіқ ұшылы көйгөйлерін барып, ұшылу көйгөйлерін барып, біздің ұшылы көйгөйлерін барымын ақытылы көрдеген барып, қандай қойсы көріп, қайсы көрдеген ой-шылы көрдеген бұлұны бөрш бизнесstream түшейдін, Продолжение следует... 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 И вот, допустим, даже, вот посмотрите, Российская Федерация в последнее время, насколько она действительно внедряет у себя вот эти принципы общественности, чтобы общественность очень серьезно влияла на те или иные решения государственные. Общественный фронт, общественная палата, общественные советы. И очень серьезная работа ведется. Вот мы в Казахстане были, мы видели общественные советы, которые тоже работают там, но там и малые общественные советы очень сильно работают. И вот мы посмотрели пример, и, думаю, мы тоже будем дальше внедрять вот при Акимятах. У них при Акимятах мы при мэриях, вот, допустим, Бишкека и Аша будем внедрять. Это очень хорошая такая вот инициатива, и я думаю, мы со временем это внедрять будем. В Узбекистане это хорошо идет. Я не говорю о дальних зарубежьях, где очень серьезно идет работа по внедрению вот этого общественных советов. И плюс прислушивание государства к этим общественным советам и малым общественным советам. Я думаю, сегодняшняя конференция, она как раз-таки нам создаст условия для того, чтобы мы донесли свой голос также для органов государственной власти. Ну и не только для них, но и для общественности, что есть такие, скажем так, инициативные граждане, общественные советы, малые общественные советы, которые пытаются что-то делать и пригласить их тоже в эти ряды, чтобы они дальше работали. Спасибо большое за предоставленное слово и спасибо этому проекту, открытые сообщества, открытые СМИ, финансируемые Европейским Союзом, что они дали такую хорошую возможность нам тоже поездить по регионам, просмотреть всю ситуацию. И чтобы вот эти наработки, которые у нас есть, мы дальше будем внедрять. И я думаю, это даст свои очень хорошие плоды. Спасибо большое. Спасибо огромное, Анатолий Шакирович. Я надеюсь, что все инициативы, созданные площадки, они не умрут, будут двигаться дальше. Это был хороший пример активного вовлечения абсолютно всех граждан в разговор. И я считаю, что нам это удалось. Но вот кому уж с первых шагов досталось, так это Институту Омбудсмена. Это одни из первых, с кем мы заключили меморандум. И с наступившей пандемией столько полилось вопросов, что просто вот эти 12 эфиров не обходились без Института Омбудсмена. Как на национальном уровне, так и во всех регионах буквально мы провели эти диалоговые площадки совместно. Огромное количество вопросов, которые решались. Если они не решались, они переносились на следующую встречу, поднимались снова и добивались того, чтобы эти вопросы были решены. Пожалуйста, Аскат Азарбеков, руководитель аппарата Омбудсмена Кыргызской республики, вам слово. Спасибо большое, Светлана Николаевна. Я хочу поприветствовать всех присутствующих журналистов, господина Ханса Борона и остальных участников пресс-конференции. Вообще я хотел бы просто остановиться на некоторых моментах и на цифрах. Прежде всего, конечно, хочу поблагодарить команду проекта «Открытые сообщества», «Открытые СМИ». И тот первый, так скажем, пилот, который мы провели в социальных сетях в прямом эфире, отвечали на вопросы. Наверное, один из первых государственных органов, когда сам руководитель на то время, омбудсмен, заместители, в том числе я, руководители структурных подразделений, сидели, общались в прямой трансляции с нашими пользователями социальных сетей. А как вы знаете, охват социальных сетей на сегодняшний день составляет более 2 миллионов людей. Ну, из них мы, конечно, можем сказать, что мы охватили около 100 тысяч человек, но это тоже большой плюс. Почему? Потому что та информация, о которой мы делились, о правах людей, к примеру, из этих 12 эфиров, мы подразделили на те вопросы, которые особо волновало наших, так скажем, бенефицаров, наших граждан. Это были социально-экономические права, это права на охрану здоровья, это право на образование, это право на защиту прав мигрантов, это защита прав перед законом и судом и так далее. И я бы еще хотел бы отметить то, что именно в ходе проведения этих прямых трансляций мы натолкнулись на ту идею, которую, наверное, всем известно, мы провели такой большой анализ и определили индекс соблюдения прав человека в Кыргызской республике. Это до этого никогда не проводилось в Кыргызстане. И я хотел бы озвучить некоторые цифры, то, что первое, то, что необходимо для государственных органов, это быть открытым перед обществом, перед СМИ и контактировать с ними. Почему? Потому что на нашем опыте мы можем сказать то, что 36% только из опрошенных, у нас респондентов было более 3000 человек, только 32% знали, 36% знали о деятельности аппарата омбудсмена, и то смутно. Остальные наши граждане не знали о деятельности омбудсмена. Это говорит о том, что информация о омбудсмене, о деятельности и о правах, соответственно, у людей очень низкая правовая грамотность, это первое. Кроме этого, допустим, было выявлено то, что право перед законом и судом, допустим, 36% также сказали то, что они недовольны и не соблюдаются. Из всех опрошенных 40% сказали то, что в Кыргызской республике права человека не соблюдается. К примеру, по образованию, право на образование не соблюдается, сказали, 22% из респондентов. Право на здравоохранение сказали более 30%, 32%, если не ошибаюсь, сказали то, что не соблюдаются эти права. И так далее. О чем это говорит? Это дал нам посыл, в каком направлении мы должны работать, какие работы мы должны проводить. То есть этот проект послужил также для нас улучшением качества работы института и вообще деятельности института Агрикача-Омбудсмена Кыргызской республики. Кроме этого, по регионам, в целом по правам человека, мы знаем, 14 эфиров было проведено с охватом более 25-30% аудитории всех, кто смотрит телевизионные каналы. Таким образом, на сегодняшний день к нам, из-за того, что мы... Очень много охват был людей, которые видели наш контент, к нам увеличилось поступление заявлений, порядка на 15% по итогам года, мы можем сказать. И мне, конечно, отрадно то, что данный проект способствовал вообще улучшению деятельности и показал нам некоторые изъяны. Теперь мы, наша команда, институт Омбудсмена, на сегодняшний день также начали применять те технологии, те же, допустим, прямые трансляции в социальных сетях, буквально вчера я тоже принимал по трудовым правам людей. Мне отрадно то, что и люди отзываются, и они задают вопросы, очень много вопросов, потому что, оказывается, они даже не знали, что у них нарушаются права. Но, в принципе, вкратце, у нас отказ уже очень мало времени осталось, у меня очень много было примеров, о которых я мог бы рассказать, но вкратце о результатах, о том, что данный проект вообще достиг своих целей, можно сказать, что очень высокий показатель, который я озвучил, они дают оценку на отлично. Спасибо вам большое. Спасибо огромное, Аскат. И подошло время, наверное, один из самых главных людей, которые были участниками нашего проекта. Это человек, который является, собственно говоря, учредителем, главным редактором платформы Preversion Media, тренер, аналитик, эксперт проекта Алмаз Османов. Он проехал по всей стране, провел тренинги для журналистов и смог научить не просто АЗАМ, а инновационным технологиям, которые используются теперь нашими группами до сих пор. Если можно, короче, мы опаздываем. Спасибо. Спасибо. Доброе утро. Непривычно, честно говоря, тут сидеть. Я привык больше по ту сторону, стала сидеть. Я представляю всю медийную компанию. Это Марат Току, Таджяна Эдеролива с Алкан Сатаром. То есть нас было 4 человека, которые участвовали в этом проекте. Я считаю, что этот проект все время был под вызовом. Первый вызов был – это пандемия, потому что первый тренинг, который мы провели в Караколе, он как раз совпал с Черным июлем. И все время была угроза, что может сорваться, потому что большая часть проекта была связана именно с регионами. Это были поездки, встречи. Не только те, которые мы участвовали, и другие члены команды. И вот эти тренинги, они были, на наш взгляд, те, которые мы в столице активно используем возможности глобальной сети. Казалось бы, зачем это? Но так получилось, что как раз в пандемии, когда массовых граждан загнали онлайн, то люди элементарно, наши граждане, умели пользоваться теми социальными медиа, мессенджерами, и эти тренинги, они действительно были как глоток, как помощь элементарная. Потому что вначале, я помню, у них такие непонятные глаза, вот вообще, куда нас пригласили, и кто это, о чем нам будет говорить. Потому что и нам было непривычно, потому что большая часть участников – это были не представители медиа. То есть мы привыкли вот с коллегами, да, и вот как-то привычные. И когда люди уже вот подходили, спрашивали, а что мне с смартфоном, что мне мысль, как мне отправить, как мне сохранить, мы понимали, что это не нуждается, и мы перестроили свои тренинги, учитывая потребности граждан, и смогли провести успешно, на мой взгляд, потому что была большая вовлеченность, это я сужу по тем вопросам, которые к нам подходили во время кофе-бреков, и после тренингов, да, потому что часто бывает, что во время стесняются или неудобно спросить, а после просто был завал, и после тренинга по WhatsApp, и до сих пор мы получаем очень много вопросов различного, на которые мы стараемся ответить, потому что понимаем, что кроме нас никто им не ответит на эти вопросы, потому что на самом деле никто в таком объеме не занимался продвижением медиаинформационной и цифровой грамотностью, где основой является кратическое мышление и грамотное употребление информации, как раз еще и умение распознать дезинформацию, которой очень много было во время пандемии, и потом еще во время выборов, и потом, когда вот в прошлом году, в октябре, это был второй вызов, потому что как раз уже проект шел, и тут еще реорганизация, но я считаю, что благодаря команде они успешно выстояли, я надеюсь, что многое, что заложено, будет продолжено успехом. Спасибо. Спасибо огромное, Алмаз. И, пожалуй, вот в конце уже главному человеку в проекте. Это наш директор, директор GSI, директор проекта, Ханс Борн. Вот он как раз и скажет о важности и необходимости социального партнерства в тех наших организаций, которые сложили свои отношения в рамках проекта. Пожалуйста, Ханс. Да, hello, good morning everyone here, dear journalists and media representatives. My name is Hans Born. I'm representing two German organizations, two German partner organizations in that project, the Gustav Schlesmann Institute, which is based in Bonn, and pro-NGO, which is based in Cologne, which is close to Bonn. We are working now for almost two years in that project and that was EU-funded and I was very happy to see also our project manager here up with us today. Aime, thank you for coming. The project is coming to NAND now after two years and we are here to summarize the results. Здравствуйте, приветствую вас, уважаемые представители СМИ, журналисты, гости, участники пресс-конференции. Меня зовут Ханс Борн, я представляю здесь две организации. Первая – это Институт Густава Шрейземана и вторая – это Pro-NGO. Мне очень приятно быть сегодня здесь в завершении этого двухгодичного проекта. Я также благодарю нашего проектного менеджера Aime за то, что она здесь сегодня. вы уже много услышали о достижениях этого проекта от моих коллег, поэтому я все это повторять не буду. И мы приглашаем вас всех продолжить участие в этом мероприятии в течение всего дня, где у вас будет возможность узнать больше деталей, больше информации о том, что происходило в рамках этого проекта. У нас заканчивается время для этой пресс-конференции, поэтому я выскажусь кратко, чтобы у вас была возможность задать вопрос. С одной стороны, достижение проектных целей это хорошее завершение самого проекта, но с другой стороны, это только начальный сигнал для последующих мер, для того, чтобы мы могли достигать более такого длительного, устойчивого эффекта. И поэтому мы хотим использовать вот эту уникальную возможность сегодня во время этой конференции для того, чтобы поговорить с участниками из государственных структур, гражданского общества, общественных советов и средств массовой информации о принятии дальнейших мер для того, чтобы наилучшим образом подготовить вашу страну к тем вызовам, которые ее ожидают. Ну, я сам из той страны, в которой государство в течение долгих лет уже имеет опыт вовлечения гражданского общества во все процессы, поэтому это вот как раз тот опыт, который я бы хотел привнести через свое участие в этом проекте. И вот в рамках, в контексте этой пресс-конференции я хотел бы озвучить два таких аспекта. Вот у нас в Германии очень такое активное и обширное гражданское общество. Около 30 миллионов граждан являются вот такими волонтерами, работающими на благо общества. Это такой, на самом деле, огромный потенциал, потому что очень большое количество людей совершенно бесплатно работает для того, чтобы сделать благо своему сообществу. И мы увидели, что и здесь, в Кыргызстане, тоже очень много таких людей. И это очень здорово, но я вижу также, что есть потенциал для того, чтобы даже еще больше и дальше это развивать. И вот общественные советы как раз-таки являются таким очень хорошим инструментом для этого. Уже на протяжении 5-6 лет с момента основания они работают. И я хотел бы призвать и попросить правительство Кыргызской Республики оказать поддержку этой инициативе. И вот еще одна такая возможность, в которую стоит включиться, формирование которой стоит включиться, это национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 года. С одной стороны, ваша новая говернация должна быть осуществлена против этой программы, и с другой стороны, это также задача для граждан, чтобы активно участвовать в ней. И я думаю, что в рамках этого проекта мы заложили уже хорошее основание для вот такого участия, активного увеличения в этот процесс. И хочу призвать вас, чтобы вы просто по максимуму использовали эту возможность, использовали те знания, то понимание, которое вы приобрели в этом проекте, и тех людей, которые сегодня могут оказать вам поддержку в этом процессе. Спасибо большое. И если есть возможность, можно задать вопросы. Мои дорогие, время совсем ограничено, но буквально быстро, если мы задаем, быстро отвечаем. Пожалуйста, кто первый? Пожалуйста. Да, пожалуйста. Да, хороший вопрос. Это был самый первый шаг. Мы должны увидеть, были потребности по отношению к свободе слова. И, конечно, ряд рекомендаций, которые заложены в публикации. Публикация будет роздана, она у нас есть на ресепшн, так что можно будет взять, ознакомиться там. И то, что легло потом в основу медиаплана, мы все это красные линии проходили. От начала построения медиаплана, дорожной карты и вот те девять приоритетов, которые у нас выросли в развитии, все это дало нам возможность и от этого исследования, подход оттуда. Спасибо. Еще вопрос? Да, пожалуйста. Ну, вы смотрите, те решения, которые принимаются, более 10 тысяч решений было принято. Это большая цифра, согласитесь, да? Это огромная работа, взаимодействие на местном и национальном уровне разных людей, разных органов, которые конкретно решают, адресно решают вопросы простых граждан. Для нас это самое важное. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Можно по свободе слова я хочу добавить там. Одно из преимуществ этого исследования было выявить доступ граждан к общественно значимой информации. То есть, свобода слова исследовалась из этого контекста, насколько граждане имеют доступ к общественно значимой той информации. То есть, оценивался этот уровень, граждане отвечали, насколько доступна информация местных органов, ГРС, где они сталкиваются именно в регионах. Исходя из этого, потом формировалась повестка дня диалога в площадках, приглашались эти люди, представители госорган, которые отвечали на вопросы. Эти же вопросы поднимались на онлайн эфирах института Амбутс. Абсолютно. Спасибо. Да, если кратко, потому что уже начинаем. На свободу вообще искать, получать информацию и хранить, использовать эту информацию. Вот как раз так в нашем индексе более трех тысяч человек, которые приняли респондент участия, там выразили 18% то, что не соблюдаются эти права. Но я хочу еще отметить то, что именно органы местного самоуправления на сегодняшний день не имеют даже базовых сайтов, в которых люди могли бы получать информацию, какое население, какая информация вообще происходит в местном сообществе, какие вопросы выносятся на общее собрание, там местный исход и так далее. Поэтому в этом направлении в органах местного самоуправления оценка, так сказать, это практически нулевая. Почему? Потому что местные жители не знают о деятельности местных органов. Это мы должны открыто говорить и над этим вопросом мы должны работать. Это конкретно мы должны говорить. Спасибо. Спасибо. Дорогие мои, тогда вот в течение всего дня можно любому вопросу задавать. Мы креативно подошли к составлению сегодняшней программы, поэтому проходите, пожалуйста. Добро пожаловать и спасибо всем.